Несколько участков большого двора огорожены строительной лентой, укладывается новая тротуарная плитка, обновляются игровые площадки. Фасады здания уже покрашены и общее впечатление создается благоприятное. Заметно, что работы выполняются качественно, чисто и уютно и внутри детсада. Заведующая Татьяна Громыко рассказывает Сергею Сергееву о том, как идеи рационально использовать и внутренние помещения, и прилегающую территорию воплощаются в жизнь. Вот, например, бывший музыкальный зал. Сегодня строители реконструируют его под детскую группу. А зал для занятий музыкой и танцами с нуля строят на внутреннем дворике. Залили пол, выставили стены, на финальной стадии монтаж кровли и отопление. Это был внутренний дворик без крыши. Здесь у нас была клумба, клумбы, клумбы. Вы решили рационально сделать из него танцевальный зал? Сделали из него музыкальный зал, из музыкального зала сделали. Ну, правильно. А кто это придумал? Я. А чем утопить будете? А вот оно, утопление, вот оно. То есть система выведена, да? Обновление детского сада началось еще в 2013 году. В 2013 году учреждению выделили почти 13 миллионов рублей. Глава осмотрел реконструированный в прошлом году пищеблок, отметив чистоту и порядок. Своему заместителю Людмиле Мурашовой поручил помочь садику с приобретением кухонного оборудования. Чтобы посуды со сколами не было, чтобы ложек, ножей в жабах не было. Если где-то что-то выбрасывают, но этого быть не должно. А по оборудованию надо смотреть, у нас же программы тоже есть. Такой большой детский сад, в первую очередь крупный. В этом году на реконструкцию из краевого и муниципального бюджетов выделено без малого 12 миллионов рублей. Подрядчик гарантирует выполнение работ в срок. Сложности по строительству нету, фасады мы как бы сделали. Фасады красивые, группа красивая. Группу заканчиваем. Чем вы утеплять будете в музыкальный зал? В смысле кровлю или вообще? Ну, там у нас мансерда получилась. Ну, року, специальный утеплитель, пароизоляция. То есть будет тепло 100%? Да, все. Экскурсия по детскому саду. Реальная и виртуальная. В одном из коридоров в главе показали электронное табло, где собрана полезная для родителей информация о жизни дошкольного учреждения. Сергей Сергеев заглянул в группы и с удовольствием отметил – уютная и теплая обстановка. Как тебя зовут? Тренька. Точно? Да. А сколько тебе лет? Четыре. Ну-ка, четыре? А воспитателям глава задал неизменный вопрос – устраивает ли их работа и заработная плата. Вы старший воспитатель по сравнению с учителем начальной школы? Я не знаю, как учитель начальной школы. Не интересует? Но если брать другие районы, я раньше жила в Слобинском районе, общаюсь со своими коллегами, у них зарплаты. Выделенные бюджетом средства позволили детскому саду в прошлом году дополнительно принять 37 ребятишек. В этом году еще 26 малышей станут новыми воспитанниками Виктории. Завершая визит, Сергей Сергеев поблагодарил Татьяну Громыко за отношения к работе, рациональные идеи и их практическое воплощение. Кстати, рядом есть свободный участок муниципальной земли. Мэр Анапы подчеркнул – его нужно отдать детскому саду для строительства нового корпуса. Продолжение следует...